Приветствую вас. Интересно, вы задали вопрос. Я думаю, что там, где есть дружба, дружба настоящая, искренняя, преданная, там нет денег. А там, где есть деньги, дружба очень легко может уйти. И я думаю, что вы допустили ошибку, которую допускают очень многие люди. Вы решили смешать дружбу и деньги. На самом деле, на самом деле, возврат денег, по моему мнению, ничего не решит. То есть, скорее всего, ваш друг, он деньги не примет. Ну, или они не исправят ситуацию. Конечно, не знаю, в какой сумме идет речь, но они не исправят ситуацию. И, на самом деле, вину у вас не уберут, потому что друга практически вы уже потеряли. Вопрос другой, на самом деле. Вы говорите о том, что зарабатывали деньги со своим товарищем, с которым я познакомился благодаря работе. А потом выкинули его на деньги и уехали. Я просто бредал с человеком из-за своей нестемной жадности и ненавидел себя за это. Я постоянно делился с ним частью, но в конце мной двигало желание забрать все. А зачем? Знаете, вы поступили так, как поступили. А вы хотели так поступить, и вы так поступили. Если вы познакомились со своим товарищем в процессе работы, то, скорее всего, этот товарищ не был вам, как с самым другом. То есть вас объединяло работа, вас, может быть, объединяло общая деятельность. Это да. Но он не был вам другом, скорее всего. Это первое. Второе. Ради чего вы сделали это тогда? Год назад. И в какой момент, это тоже важно, в какой момент, вы стали чувствовать вину? То есть, ну вот, вы кинули его на деньги. О чем вы думали в тот момент? Это очень важно. Когда кидали? Вот когда кидали, о чем думали? И, значит, с какого момента начали испытывать вину за то, что сделали? Тоже очень важно. Потому что вами двигал определенный мотив. Я хотел бы, чтобы вы об этом мотиве не забывали. Я хотел бы, чтобы вы постарались помнить об этом хотели. И это очень важно. Важно, чтобы вы помнили мотив свой. Потому что вы не исключали его из своей памяти. Потому что он нужен, он важен, он необходим для вас. И второй момент. Это важно, чтобы вы поняли для себя, что тогда вы были субъектом этой ситуации. Вы поступали так, как вам казалось единственно верным. Ну, может быть, стоит лучше проанализировать ваше желание забрать все. Зачем? Для чего? Для чего? Чтобы вы лучше себя понимали. И чтобы не было этих струбинок, потому что сейчас вы чувствуете себя ужасно, потому что вы решили, по вашему мнению, плохую вещь. Но эта вещь плохая только в том случае, если вы не осознавали того, что делали. То есть делали это не для себя, не для своих мотивов, а для чего-то еще, для каких-то других мотивов. Вот если так, то тут вот действительно можно говорить о том, что вам стоит попросить прощения. Но для этого нужно убедиться, что вы поступили неправильно. Для этого нужно понять, почему вы поступили именно так, как поступили, что вам не двигало. И только если вы посчитаете, что то, что вам не двигало, является неправильным и неверным, а человек, которого вы кинули, вам дорог, по какой-либо причине, то в этом случае ему нужно будет, как бы, ему написать и извиниться перед ним. Просто написать и извиниться. А если он попросит деньги вернуть, или попросит объяснить вам, почему вы так поступили, ну, это же ваше право, будете делать свое усмотрение. Значит, вот вы думаете, я не могу забыть это внутри и страст, и чувство в мире. А чего боитесь? Если мы встретимся, как мне смотреть ему в глаза? Смотреть ему в глаза нужно твердо, если вы действовали так, как, ну, нужно было. Если вы действовали так, как вы считали нужным, смотреть нужно твердо. А вот если вы не уверены в своей правильной позиции, тогда другое дело. То есть, по-моему, действительно нужно, по-моему, изображение сказать, что я ошибка. Прости, я, например, знаю, что твои доверия я уже не верну, я на это не рассчитываю, например. Вот, ну, просто, простите, знаете, я уже рассказываю за это и так далее. И потом, даже в этом случае, даже в этом случае, в случае, если вы действительно раскаиваетесь, не нужно себя отбичевать и не нужно себя постоянно обвинять, наказывать. Да, вы совершили ошибку, извлеките из нее вывод и больше не повторяйте ее. Но поймите четко, почему вы это сделали и почему вы считаете, что это неправильно для себя. Все. И из этого вы все отмойте сделаете, так можно не повторять. А если будете обвинять себя, то никому лучше от этого не будет. Вашему другу легче думать, что вы это сделали намеренно и твердо. Да, это, может быть, не очень приятно, это, может быть, не очень комфортно. Так, думаю. Я согласен с этим. Вот. Но, понимаете, если вы дадите своему бывшему уже, наверное, другу понять, что вы раскаиваетесь, если вы дадите ему это, если вы прямо дадите ему это понять, что вы раскаиваетесь, то вряд ли, вряд ли будет что-то хорошее в этом, потому что он будет только вас еще больше придирать за то, что вы их сделали. А так, ну да, вы поступили плохо, но он, по крайней мере, знает, что вы этого хотели. Вы поступили так, как вы хотели, и вас можно, конечно, обвинять, но в конце концов вы поступили так, как поступили. Самое первоначальное у вас отношения строились на деньгах, и в конечном итоге все решали эти самые деньги. И мне непонятно только, почему вы считаете, что отношения, которые выросли на основе денег, могут переносить вас что-то большее. Конечно, могут, но это очень-очень-очень-очень резко. На этом все, надеюсь, помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!